проверка проверка микрофона проверка микрофона номер один проверка микрофона номер один все проверка микрофона номер два проверка микрофона номер два моего микрофона все Воспоминания о революции 1917 года Натальи Дмитриевны, профессора, доктора Полонской-Василенко Наталья Дмитриевна, будьте добры и коротко расскажите о вашей семье и о вашей жизни до февраля 1917 года Я родилась в 1884 году в Харькове Моя семья, мой отец был военный, фамилия его была Мельшов Он происходил из Лободской Украины и принадлежал к старому старшинскому роду, который дал нескольких выдающихся людей В том числе и знаменитый писатель и историк Григорий Петрович Данилевский был его дядем Если бы такого вы слышали С пяти лет я была, мои родители переехали в Киев Я училась в Киеве, в Фундуклеевской гимназии В какой, простите, гимназии? В Фундуклеевской гимназии В Киеве Потом я поступила на высшие женские курсы И кончила ее в 1911 году С 1911 года я была ассистентом на высшие женские курсы А потом я закончила университет в 1913 году И в 1916 году была приват-доцентом Киевского университета Святого Владимира Была первая женщина на историко-филологическом факультете С 1916 года и до 1943 года Когда я выехала на эмиграцию Я все время принимала участие или в работе университета Или была профессором ряда других высших учебных заведений В особенности археологического института в Киеве И с 1924 года и до конца Была научным сотрудником Киевской украинской академии наук В таком звании я и выехала В каком году вы покинули Россию? В 1943 году Теперь скажите, пожалуйста, где застала вас февральская революция? Февральская революция застала меня в Москве Ну а перед этим я хочу сказать несколько слов о том Как я была подготовлена уже к тому, что будет революция Да, пожалуйста С начала войны 1914 года Мой отец, тогда уже генерал, которым я, впрочем, занимал в Киеве Очень такое видное положение Он был и историком, и членом исторического общества Неостором летописца И одним из основателей Киевского отделения военно-исторического общества Он с начала войны был помощником Начальника артиллерийских снабжений Юго-Западного фронта И с 1915 года он переезжал вместе с составкой Юго-Западного фронта Начал он с Люблиным Но в 1916 году В 1915 году После неудачи русской армии на Карпатах Стихийно фронт стал отступать на восток И вот из Люблина Они переехали сначала в Ровно А потом уже покатились в Каменец Подольск И, наконец, Житон Я в каждом месте пребывания моего отца Я бывала там Там у меня было очень много знакомых Это все как видно Были генералитет Принадлежавший к высшим слоям Тогдашней армии Это был начальник фронта Начальник штаба Начальники отделений и так далее И таким образом Благодаря этому Я была все время В курсе тех событий Которые там совершались И вот Когда я Лето и целый год 1915 и 1916 Я больна была туберкулезом Я провела в Крыму Оторванное от киевской жизни В Крыму в это время Было очень много раненых Там были различные санатории И вот настроение в Крыму Было чрезвычайно повышенное Все грустные события войны Они остро там обсуждались И я бы сказала Что я уезжала из Крыма Уже в декабре 1916 года Тогда Когда там люди ждали Каких-то больших событий В той или другой форме революции Такое за настроение Застала я и в Киеве Простите Значит из Крыма Вы поехали в Киев В Киев А из Киева я На Рождественские праздники Поехала опять К моему отцу На этот раз Уже в Каменец Подольский Это Рождественские праздники 1916 года 16-го года И вот когда я приехала туда То там уже настроение Высших слоев армии Было совершенно Так сказать Революционное Люди не стесняясь Критиковали Все До Верховного командующего Нужно сказать Что В тех кругах Военных В которых я Так Была Имела знакомых Благодаря моему отцу Относились С большой симпатией И доверием К великому князю Николаю Николаевичу И очень много Рассказывали о том Как армия его любила И в особенности Как его любили Солдаты И каждый приезд Командующего Верховного Главнокомандующего В какую-нибудь Часть Армии Это был Так сказать Подъем настроения Это был праздник Как вы думаете Почему именно Позвольте Дозвольте Простите Да Теперь Значит Когда Произошла Неожиданная Для армии Перемена И когда Его Сослали Как говорили Тогда на фронте Сослали На Кавказ Где он Не имел Никакого Грунта Под ногами Потому что Там популярен Был его Предшественник Там он Был человек Совершенно Чужой И новый И ничего Полезного Там он Сделать В особенности Такое Короткое время Он не мог И наоборот Здесь Уход Его На всем Пространстве Западного Фронта Был Большой Катастрофой Переход Передача Верховного Командования В руки Государя С точки Зрения Тогдашних Военных Был Величайшей Политической И тактической Ошибкой Потому что Он не мог Так вникать Во всю Жизнь Фронта Как это делал Николай Николаевич Который В своей Ставке Почти что Не бывал Он все время Разъезжал По всей Линии Фронта Он все время Был То на северном То на южном То на западном И так далее Государь Посиделся Прочно В Меделеве Дальше Он привез С собой Сына Таким образом Там Створилась Атмосфера Какого-то Маленького Двора С такой же Уютную Чисто Семейную Жизнью Которая Была И В Петербурге Его окружали Только близкие Его люди И делам Собственно говоря Фронта Он уделял Несколько Часов В день Это страшно Расхолодило А кроме того Огромное Негативное Влияние На фронт Оказывало То Что фактически Государство Осталось Без Завоководства Официального Регента Не было А неофициальным Регентом Была Императрица Александра Федоровна Которая Информировала Царя Величайшими Своими Огромнейшими Письмами Телефонными Телеграммами И так далее И информировала Конечно В чисто Таком Субъективном Настроении То есть Она Все события Государственной Жизни Она Рассматривала Под углом Зрения Враждебности Или Симпатии Лично К государю Лично К себе Твердости Преданности Монархии И так далее Та самая Государственная Дума С которой Можно было бы Установить Какой-то Контакт Она Рассматривалась Александре Федоровне Как Скопище Самых Страшных Врагов И Она Хотела Всеми Способами Оторвать Государя От Какого бы то ни было Контакта С Государственной Думой Ну Результат Мы Увидали Теперь Может быть Вы скажете Несколько слов О тех настроениях Среди студенчества Которые Вы наблюдали Я еще хочу кончить А простите Тогда может быть Еще Разрешите задать Такой вопрос Чем Объяснялась Такая популярность Великого князя Среди солдат Главным образом Чем Вы Объясняете Его Твердый Может быть Такой тоже Апсолютистской Но твердой Дачи Умением Разговаривать С солдатской Массой Это много Значит Теперь Я хочу Сказать Очень Интересную Виш Которой Собственно Говоря Я и Подвожу Мой Рассказ На С 31 Значит Декабря На 1 Января 1917 Года В штабе 16-го 16-го 18-го Да 16-го 18-го Да В штабе Командующего Юго-Западным Фронтом А им был Тогда Брусилов Генерал Брусилов Был Торжественный Прием Весь Генералитет Приглашены Были Командующие Армиями Корпусами И так далее Большой Был прием И на этом приеме В столетии Нового года И на этом приеме Был и мой Отец Была Приглашена И я Но этого не ожидала Конечно Я сидела Дома И вот Когда он Пришел Он мне Рассказал Что Брусилов Обратился Значит С поздравлением С Новым годом И обратился С речью В которой Говорил Что 17-й год Должен Принести Громадные Перемены Что Дальше Жить Так Невозможно И что В ближайшее Время Будет Такой Или Иной Форме Но будет Государственный Переворот Собственно К чему Я и вела То что Я говорила Какой Будет Этот Переворот Брусилов Конечно Не мог Сказать Но Он Говорил Что Безусловно Будет Отстранена Александра Федоровна Чего Бы Это Не стоило Раз Будет Предложен Значит Ультиматум Не знаю Как Государю И вот Только Вопрос О том Кто Его Заменит Потому что Генералитет Представлял Себе Что Это Будет В форме Так Сказать Дворцового Переворота И Кандидатов Называли Двух Это Был Или Николай Николаевич Или Михаил Александрович Каждый Из них Имел Свои Плюсы И Свои Преимущества И Каждый Из них Имел Свои Большие Минусы Николай Николаевич Был Известен И Как я Повторяю Любим В армии Михаила Александровича Армия Не знала Он Никого Отношения Не имел Но Михаил Александрович Имел Очень Многих Сочувствовавших Ему В Государственной Думе И На него В Государственной Думе Смотрели Как на Прекрасного Конституционного Монарха Который Не будет Мешать Управлять Ни во что Не будет Вмешиваться И будет Только Царство Конечно Добиться Такого Николая Николаевича Это было бы Очень Трудно Вот Так сказать Те Потрясающее Настроение Которое Принес Мой отец Со встречи Нового года Да Это очень интересно Теперь может быть Мы перейдем Роль дальнейшее Известное Брусилово Да Вот Может быть Теперь Вы Тогда Скажете Коротко О Вашей жизни При университете В то время Как вы уже Преподавали Какие настроения Революционные Наблюдали Сергей Студентов Были Конечно Кружки Участвовали ли вы В этих Кружках Нет Я не участвовала Но дело в том Что я приехавши В декабре 16-го года Я Не вступила Сразу В преподавание А я Получила От университета Командировку В Москву Для окончания Моей диссертации Я там Я в Крыму Работала В архивах И вот Я переехала В Москву И я Два месяца И три месяца Я жила В Москве И работала Там В архивах Так что Там застала Меня Потому Меня и застала Там Февральская Революция Теперь Там То же самое Настроение Было В тех Кругах Где я Бывала Это были Академические Круги Московской Профессуры Там Настроение Можно сказать Было Готово Там Опять-таки Я имела Возможность Встретиться С человеком Который Впоследствии Стал Моим Мужем Это Был Профессор Николай Прокофьевич Василенко Он Приехал В Москву В то время Когда я Была В Москве И потому Мы с ним Были Старые Приятели Многолетние Приятели Он Мне Не называя Еще Всего Но Сказал Что Это было В январе Он Мне сказал Что Революция Будет В феврале Ага Так что Он Наверное Как бы Знал Теперь Впоследствии Он мне Сказал В чем Дело Оказалось Что Он В январе Был На Большом Заседании Которое Было В доме Революция Революция Сделали В огромной Массе Сделали Масоны И вот Тогда Было Не только Уже Намечено Февральскую Революцию Но Были Уже Заранее И Намечены Те Посты Которые Кто Когда-либо Во время После переворота Должен Будет Занять Так и Мой муж Получил Пост Куратора Киевской Победитель Киевской Учебной Округи Округ Когда я Приехала В Киев Это был Уже Март Я только В марте Могла Выбраться Из Москвы Это было Чрезвычайно Трудное Тогда Дело Ну и вот Я Когда я Приехала В Киев То Киев Уже То что Называется Бурнил Уже Через Несколько Дней После Моего Нет Еще До Моего Приезда Была Уже Организована Первая Центральная Рада Центральная Рада В своей Первой Редакции Это Была Рада Представников Разных Партий Разных Общественных Организаций Организовала Ее Так Называемая ТУП Товарищи Украинских Ну Это Называлось Поступовцев Ну Я точно Не знаю Как точно Это На русский Язык Перевести Прогрессистов Так Сказать Понад Партийная Организация Но Дали Она Выбрала Своим Президентом Грушевском Но Дали Она Все Более И Более Пополнялась Те Первоначальные 30 Человек Которые Составляли Эту Центральную Раду Они Превратились Постепенно В 100 Полтора 100 200 300 И Они Дошли В конце Концов В 800 Человек И Тогда Уже Нужно Было Из Этой Рады Избрать Другую Раду Которая Фактически Была Ее Действующим Органом Так Называем Маленькая Рада Малая Рада Малая Рада Большая Рада Это Был Парламент Который Собирался На Сессии И Малая Рада Которая Действовала Постоянно Это И Было Ее Главный Орган Действующий Это Законодательным Органом Да Безусловно И Вот Все Это Время Мы С Большим Таким Напряжением Следили И Видели Как Рядом С Этой Центральной Радой Да Нужно Вам Так Что В Киеве И вообще На Украине Образовались Так С одной Стороной Это Были Представители Временного Правительства Эти Представители Поставились Чрезвычайно Так Сочувственно Ко всем Требованиям Украинского Общества И Собственно Говоря Никаких Трений И Никаких Конфликтов Между Новой Центральной Радой И Старым Так Сказ Органом Временного Правительства Не было Но Образовалась Третья Сила Это Совет Солдатских Рабочих А потом Селянских Депутатов Он На глазах У нас Всех С чрезвычайной Быстротой Обольшевичился И Через Уже Какой-нибудь Месяц Оказалось Что Это Самая Настоящая Экспозитора Большевизма И Вот Таким Образом На Украине Образовалось Три Организации Три Власти Три Власти Отдельных Совершенного Органа Центральная Рада Украинская Большевистский Совет Рабочих Депутатов И Временное Правительство С его Комиссарами Конечно Самая Большая Трагическая Ошибка Временного Правительства Была Та Ну Ошибок Было Много Но Конечно Самая Большая Ошибка Была Та Что Оно С самого Начала Стало В конфликт С Центральной Радой Этот Конфликт Назревал Уже В июне Месяце И вот Было Так Когда В начале Совершенно Так сказать Лояльно Центральная Рада Обращается К Петербургскому Правительству Временному Правительству Обращается С целым Рядом Своих Пожеланий И так далее Они Или на них Месяц Не отвечают Или Отвечают В самой Такой Неприятной Форме И В особенности Когда они Стали То они Дают Права То они Эти Права Отнимают И так далее И вот Тогда Когда Уже Отношения Между Центральной Радой И Временным Правительством Приобрели Очень Такой Резкий Враждебный Характер Приехал Киев Керенский Керенский Наговорил Очень Много Приятных Слов Но Когда Поехали Петербург Петроград Для того Чтобы реализовать Эти слова Но Опять Уже Из этих Слов Ничего Не вышло Таким Образом Самой Самый Само Временное Правительство Которое Не имело Своей Твердой Линии Которое Само Все время Качалось То Направо То Налево Оно Упустило Из рук Центральную Раду Центральная Рада С самого Начала Своего Первого Универсала Первый Универсал Был Издан В июне Месяц И своего Первого Универсала И до Января 918 Года Ничем Не проявляла Своих Сепаратистских Тенденций Наоборот Простите Универсал Это декларация Да Декларация Все время Во всех Трех Универсала Говорилось Только О широкой Автономии И членстве Украины Федерации В той Федеративной Республике Которая Должна Была Объединить Бывшую Российскую Империю Даже В 1918 Году В знаменитом Четвертом Универсале Кончалось Последние Слова Этого Универсала Все-таки Были О федерации Значит Если бы Временное Правительство Сумело Найти разговорный Язык Центральной Радой То дальше Этой Автономии И федерации Бы не пошло Достаточно Сказать Что в январе 1918 Года Объявляя К всеобщему Свидению Четвертый Универсал О Уже Организации Украинской Республики Грушевский Сказал Что Очень Трудно Было Провести Эту Мысль О Самостоятельной Республике Потому Что Тверды Были Желания Федерации Это Желание Общества Да Тогда еще Не было Вся Центральная Рада Собственно Говоря Была А еще Стремилась К автономии И Федерации И только Некоторые Элементы Очень Немногие Говорили О Самостийной Так сказать Самостоятельной Республике Это Это Была Группа Михновского Тогда Как Сам Грушевский Венеченко Грушевский Все они Еще Стояли На Точке Зрение Федерации Ну А Дальнейшие Уже События Я Не Была В Киеве Весь Конец Шестнадцатого Года Никаких Занятий Не Было В Семнадцатом В Семнадцатом Весь Все Начало Семнадцатого Семнадцатого Года Да Занятий Не Было Читались Какие-то Лекции На Какие-то Лекции Кто-то Приходила Большинство Не Приходило И Это Было Время Когда Сменялись Митинг За Митингом Митинг За Митингом И Когда Собственно Говоря Вся Студенческая Масса Она Разбилась На Эти Партийные Организации И Она Что Называется Делала Революцию И Вот Тогда Я Была На Большом Митинге В Университете Когда Один За Одним Студенческие Ораторы И Они Заявляли Что Студенчество Уважает Свободу Мнений Профессор И Поэтому Они Считают Что Профессора Имеют Полное Право Выбирать Одну Из Социалистических Партий Или Социалистов Революционеров Или Социалистов Демократов О других Партиях Разговора Не было Это Это Были Украинские Партии Потому что Там По-моему Были И русские И украинские Они Видите Еще Тогда В 17 Году Еще Они Почти Что Не Отделились Они Только Начали Отделяться Так Так Что Собственно Говоря Эти Все Требования Эти Трудно Было Разобрать Русские Они Пока Они Еще Они Потом В конце 17 Года Уже Так Скать Более Независимо Отделяются А Когда Был Это Большой Митинг О Котором Вы Только Что Рассказали Это Было Вероятно В Марте 1917 Года Так Что Сразу После Революции С самого Начала Да С самого Начала Вероятно В марте Да А потом Уже В конце Уже После Лета Уже Так Сказать Отделяется В студенчестве Уже Отделяются Украинские Группы Но Нужно Сказать Что Университет Не Был Украин Так Что Лекции Продолжались Никто Хотел Читал По Украински Но Главным Образом Читали Все По Русски И Это Еще Оставался Университет Цветов Владимир Первый Украин Был Народный Университет Украинский А Первый Университет Украинской Был Основан При Ветване Это Было Осенью 1918 Года Это Был Первый Украинский Университет В Киеве И Второй Украинский Университет в Каменце-Подольскому. Третий университет предполагался в Полтаве, но его не успели открыть. Значит, когда вы уехали из Киева в 1917 году? В 1917 я уехала, вероятно, в июне месяце. Или в июле, может быть. Не помню, или в июне, или в июле. Переехала я в Новочеркасск. И там пробыла я до августа. А потом вернулись обратно в Киев? В августа я приехала в Киев. И уже с сентября в Киеве начались лекции в разных учебных заведениях, в которых я принимала непосредственно участие. Я в нескольких. Может быть, сейчас вы бы сказали несколько слов о тех общественных деятелях и политических деятелях, с которыми вы были знакомы, которых вы знали именно в этот период. Февральской революции. В 1917 году? В 1917 году. Да, в Киеве, ну, я уже назвала, это профессор Василенко, который был, сначала он был попечителем Киевского учебного округа, а в июле его пригласили в Петроград. Он был помощником и товарищем министром народного просвещения. Во временном правительстве? Да, во временном правительстве. Ему он вернул в среднюю школу. А потом уже после Октябрьского переворота он вернулся в Киев. Потом я часто встречалась с, так сказать, менее крупными деятелями, как Сташенко, Александровским, но редко с Грушевским, очень редко, потому что я уже, я же вам говорю, что я почти и не была в Киеве. И потом тогда я исключительно была занята моей научной лекторской работой. Я была профессором в четырех высших учебных заведениях. И мне только-только хватало время на подготовку. Я же молодой доцент, молодой профессор была. Мне только хватало времени на подготовку разных совершенно курсов для этих учебных заведений. Но так, конечно, о событиях, о борьбе, которая шла между этими тремя органами, конечно, я была в курсе и знала о ней. Можете, вы бы сказали тогда несколько слов о роли, которой играл Совет солдатских и рабочих депутатов? Вот это третья, так сказать, власть. Это была самая ужасная роль. Самая ужасная. Я, так сказать, приняла даже некоторое участие в той борьбе, которую они начали со старой профессурой. Вот как раз мой учитель и большой мой друг, профессор Давнар Запольский, только случайно не был, я не знаю, расстрелян или что, потому что на него были сделаны доносы, что он будто бы был в сношении с охранкой, там, из полиции царской и так далее, чего на самом деле, конечно, не был. Они, тогда же, когда был восстание в Большевицкой в Петербурге, в июле, меня не было, я была в Новочеркасске, но была аж попытка произвести такое же восстание и в Киеве, но она была неудачная. Так что в Киеве тоже в начале июля была попытка захвата власти. Да, но это была неудачная попытка. Она ни к чему не привела. А в Дании все время это было всюду. Мы чувствовали, слышали, что это Киев был как на, понимаете, на таком, на бочке с порохом, потому что все время, всюду, в каждой организации были агенты большевистские, коммунистические, которые вели пропаганду против Центральной Рады и против Временного правительства, которые подготавляли переворот. Октябрьский переворот в Киеве прошел, можно сказать, почти что незамеченным. Вы тогда были в Киеве во время активства природы. Как раз я известие получила во время заседания Института археологии. Да, но в Киеве он прошел незамеченным. Просто киевские большевики, они, так сказать, присоединились к Петербургскому и конец. Так что фактического переворота большевистского в Киеве в то время, 25 октября, не было. Еще не было, да. Эти подпольные организации присоединились, но власть, внешняя власть, она оставалась в руках Центральной Рады, и даже она до некоторой степени усилилась тогда, когда после этого Октябрьского переворота, и когда вот это было сделано большевиками, попытка захвата власти, неудачная, но следствием ее было то, что из Киева вышли войска Киевского учебного, Киевского военного округа. Это были войска верные, так сказать, ну, России, верные идеи единой неделимости, и которые раньше принадлежали, признавали Временное правительство. После Октябрьского переворота была попытка, я говорю, большевиков неудачная, и в следствии этой попытки весь штаб Киевского военного округа отправился на Дон, и они же перешли к Деникину. Тогда в Киеве осталось две власти, Центральная Рада и Совет рабочих депутатов. Совет рабочих депутатов пока, в 1917 году, он еще не чувствовал своей силы. И внешнее представительство, и официальное руководство Украины принадлежало Центральной Раде. Но была сделана попытка созыва Конгресса, и на этом Конгрессе выступила большая группа большевиков. Это был Конгресс большевистских депутатов? Нет, нет, нет. Это был Конгресс вообще Украины. Ага. Это когда было? В каком месте? Это было в ноябре 1917 года. Но там неожиданно они потерпели страшные фиаски, потому что председателем Конгресса был Извин Грушевский. И вот тогда группа большевистская перешла в Харьков и образовали Харьковское правительство. Оно, собственно, из Киева туда пришло. И вот тогда образовалось два правительства. Одно правительство было в Киеве, это была Центральная Рада. Она тогда уже объявила, что у нее нет секретариата, министерства и так далее. И в Харькове было другое правительство, большевистское, которое объявило себя тоже, что они украинское правительство. Вот так кончался 1917 год. В 1917 году была издана самая большая ошибка, которая была сделана Центральной Радой в 1917 году. Это было так. Она боялась армии. А потому что... Какой армии? Своей. Своей украинской армии? Она своей. Всякой армии боялась. Во главе Центральной Рады стояли люди антимилитарного направления. Начиная с самого Грушевского. А еще более Вениченко. Вениченко, который был председателем Совета Министров, секретариата. Он самым отрицательным образом относился к всякой власть. Он считал, что армия это есть только для буржуазного правительства. А наше правительство, как правительство, так сказать, народное, оно не нуждается в армии. Они были против постоянной мобилизации. И наименьшее, так сказать, зло, которое допускали, это вопрос народной милиции. И вот в то время, когда советская власть уже готовилась вступить в борьбу с Украиной, у нас происходила демобилизация армии. Это в конце 1917 года? В конце 1917 года. После октября уже? Да, да, да. У нас происходила демобилизация армии, армия распускалась, тем более, что удержать ее было очень трудно. И вот большое значение имело то, что когда была объявлена украинизация армии, и тогда это была, конечно, очень рискованная вещь, потому что она вызвала с собой переход солдат из одной части в другую. Украинец из одного корпуса переходил в другой корпус. И наоборот, русские или латыши, или финны, или поля, кто угодно, из того корпуса, который был украинизован, или той части, которая была украинизована по большинству, он переходил в русский. Так что это была очень трудная вещь. И вот тогда на фронте организовался 30, был украинизован 34-й армейский корпус. Во главе начальником этого 34-го армейского корпуса был генерал Скоропадский. И ему удалось провести чрезвычайно тактично и безболезно эту перемену. Его корпус уже в октябре был весь украинский. И в смысле команды, и в смысле солдат. И он до конца этом корпусе поддерживал очень твердую дисциплину. У него не было того зла, какое было во всех русских армиях. У него не было комиссаров, которые становились рядом с командиром полка, корпуса, дивизии и так далее. И в конце концов власть оказывалась в их руках. Он не допускал у себя митингов. И он сделал колоссальное дело. Когда полил фронт на восток, делить землю, то он расставил части своего корпуса по линии железной дороги. от, вряд ли так, приблизительно, от Киева, что ли, до Вапнярки или до Жмеринки. И его солдаты обезоруживали этих дезертиров. И всех дезертиров большевистского характера, и в особенности, конечно, русских, отправляли в Москву. Благодаря этому, благодаря тому заслону, который он поставил по линии железной дороги, в Киев Украина не была залита этими волнами дезертиров. Но наоборот, он пропускал на Дон казаков. Когда шли донские части, то он их беспрепятственно пропускал на Дон. Теперь этот корпус подчинялся Центральной Раде, да? Этот корпус подчинялся Центральной Раде. Он был назван Первый Украинский Корпус. Но в конце 1917 года, когда это, можно сказать, увлечение демобилизации захватывало все больше и больше, на его корпус Центральной Раде стали смотреть, как на небезопасный. И в нем стали видеть будущего Бонапарта. Его корпус перестали снабжать тем, что он требовал. У его солдат не было ни теплой одежды, ни обуви, не хватало снарядов и прочее. И вот когда он увидел, что его особо приносит опасность для его корпуса, он вышел в демиссию. Назначен был другой... Он подал в отставку, ушел. Да, да, подал в отставку, ушел в отставку. Его очень охотно отпустили. И вот был назначен другой. Очень порядочный человек. Но он уже не имел такой силы и такого авторитета. А кто это был? Кто был, не помните? Я сейчас могу вам и сказать. Я сейчас просто могу... Да, да, ничего. И вот тогда началась и демобилизация того корпуса. И в течение месяца к концу 1917 года от него ничего не осталось. Так что этот украинский первый корпус был распущен по домам? Да, был распущен по домам. И вот тогда Центральная Рада стала, наконец, ей стало же ясно, что так дальше нельзя. И вот тогда она стала изыскивать другие средства. Она стала составлять проекты новые организации. Но уже обстоятельства шли с такой быстротой, что ничего этого не было. Но в 1917 году еще в августе месяце стихийно стали организовываться так называемое вольное казачество. Без власти, без какого бы то ни было внешнего для этого побуждения, в разных местах стала собираться молодежь и старшие люди. и стали организовывать группы этого вольного казачества, которые ставили пока свою целью только охранять порядок от этой массы взбольшевичных дезертиров, которые уже стали просачиваться на Украину. И вот почетным атаманом, почетным председателем вольного казачества был избран тот же генерал Скоропадский. Началось это движение с Звенигородки, небольшого уездного города в Киевской губернии, а далее оно захватило всю Киевскую губернию. Так что, собственно говоря, Киевская губерния это была родина вольного казачества, которая потом стала перекинулась и на Полтавщину, и в Черниговщину. Все эти события конечно, они захватывали и студенчество, и профессору. Фактически лекций почти что не было. Фактически его студенчество, оно было разбито на группы, и только как особое, так сказать, счастье удавалось собирать аудитории. У меня, между прочим, у меня всегда была небольшая аудитория, но была. Была аудитория в Народном университете, там была, пожалуй, даже лучше, чем стояла, даже лучше, чем в университете Святого Владимира. там были по вечерам, и там больше люди приходили. Так в Киеве заканчивался 1917-й год. В этом конце 1917-го года некоторым образом пришлось захватить, политика захватила и меня. Захватила она тем, что мы жили, мы имели огромную квартиру на Печерске. На Печерске совершались все военные действия. Там был арсенал. Арсенал был твердынью Центральной Рады. И там произошла борьба между Центральной Радой на протяжении Печерска и вот той группой военных, которые были привязаны или связаны были с временным правительством и которая тогда представлялась главным образом студентами, этими юнкерами. Это так называемое было юнкерское восстание. Это что, юнкера военных училищ в Киеве? Да, да. Когда это было? Это было в ноябре 1917 года. Но не кончилось тем, что и эти юнкера, и войска, и тот большой, я не знаю, дивизия это было, или бригада, не знаю я, но большая часть казач, донских казаков, которые отступая с фронта, основалась в Киеве, и между прочим, полковник их по реквизиции даже жил в нашей квартире. Три казака. И вот они уехали на Дон. Какая цель была этого восстания юнкеров? восстания захвата власти, захвата арсенала? Это борьба была трех властей. Центральная Рада, Временное правительство и большевики. Собственно, организатором, конечно, были большевики. Они, так сказать, в начале этого восстания. То есть, значит, начало было попытка большевистского восстания, а потом восстание юнкеров. А потом к ним присоединились. Конечно, дальше, так сказать, роль пребывания этих войск русских в Киеве уже делалось, когда не было Временного правительства, им оставалось или одно, или присоединиться к Центральной Раде, или присоединиться к большевикам. Как третья сила, они уже не могли существовать. Вот это, так сказать. А что, какова судьба была вот этих восставших юнкеров? Что с ними потом произошло? Они ушли. Ушли. Ушли белое движение. Ушли на Дон? Да, ушли на Дон. И их пропустили, так сказать, или они просто смогли пробивались. Тогда бы некому, собственно, тогда сюда была такая страшная анархиша, знаете. Теперь, чем все это завершилось? И вот я хочу перейти к концу. конец 17-го года, это было уже страшное время. Мы в Киеве, мы чувствовали уже, что мы окружены врагами. Большевики пробивались и уже пробивались настолько, что больше чувствовалась власть их, чем центральная Рада. Даже в самом Киеве? Даже в самом Киеве. Потому что центральная Рада, которая так проводила свой принцип демобилизации и мирного сожительства, и которая постоянно в своих отношениях к большевикам, она же все время хотела только одного. Пускай будут рабы, пускай будет весь строй большевицкий, но только чтобы его олицетворяли и чтобы его возглавляли не московские большевики, а собственные украинские. Она протестовала не против организации РАД, а против того, а против оккупации Украины русскими большевиками. И собственно говоря, это и была политика и Вниченки, и по части Игрушевского. А кем же были представлены свои большевики как бы украинские? Ну, Боже мой, я не знаю, возьмите, социал-демократическая партия, конечно, да, у нас тогда во главе наших киевских большевиков стоял Затонский, Затонский, который потом был министром просвещения в Харькове, а потом он приехал в Киев, он был министром просвещения в Киеве, который в конце концов был арестован и казнен потом. Кем он был арестован потом? Своим же большевикам, кем же. Но он там организовал в гладе этого подпольной организации, которая подготавляла переход власти к большевикам. Это был Затонский, сюда имел отношение Мануильский, здесь был Шлихтер, здесь был Один Сон, нас, этих большевиков, было чрезвычайно много, а главное то, были они и среди профессоров, а главное то, что они вели свою работу подпольно, так что в конце концов мы же не знали с кем мы имеем дело, кто большевики они или они не большевики. Конец 17-го года лично для меня он был трагический. Советизация армия армия вызвала армия на фронт на фронт на фронт да, она сделала же во-первых армию совершенно не боеспособной, она сделала армию совершенно лишнюю, всякий же сель дальшего пребывания людей в окопах этих фронтов и всего этого он же стал совершенно лишним. И вот мой отец стал добиваться отставки. Это было очень трудно, потому что они сами массой выгоняли военных, но они не допускали, чтобы человек по своей воле от них уходил. это же обычная так сказать нет, ничего. Спасибо, спасибо. Обычная их тактика. И вот когда он заявил о том, что он просит отставки по возрасту, он уже имел право, ему явилась депутация солдат и просила его остаться они только что перед этим, как они выражались, скинули его начальника. И чтобы он возглавил управление организацией снабжения юго-западного артиллерийского снабжения юго-западного фронта. Он отказался. Когда они стали добиваться причин, он сказал, потому что если вы меня сегодня убираете, то завтра вы мне дадите отставку. в конце концов ему удалось получить отставку. вот как раз тот день, когда он ее получил, он совершенно случайно, когда он возвращался домой после такого солдатского спектакля у них в управлении, то на него напали какие-то неизвестные люди и смертельно его ранили. Это где было? Тогда уже фронт был в Житомире. То есть штаб был уже в Житомире. Они его ранили таким трехугольным стилетом. В спину перебили ему нервный позвонок. Он парализованный был и через несколько дней он умер. Вот уже тогда в последнее время перед его смертью уже произошло разделение армии. Одна часть пошла в линию большевизма, другая часть пошла по линии украинизации. Мой отец примкнул к украинской и именовался Гарматным Атаманом. Отправляли его тело, значит, с ним ехало я и моя мать отправляли его тайно, потому что вести военного, но еще генерала открыто считали невозможным. И вот мы ехали в карете, санитарной карете, мы ехали и гроб его был закрыт, чтобы не видно было, везли его хоронить в Киев. Это было как раз вскоре после того, как солдатская масса большевичная страшными муками убила командующего, главного командующего фронта Духонина. вставки. И вот хотя никаких признаков того, что мы везем с собой гроб не было, но все же по дороге несколько раз нас останавливали большевики в военной форме, допытывали кто мы, почему мы едем, что мы везем. Если бы они узнали, что это мы везем, первое дело. Продолжение следует... Продолжение следует... ...